Чем занимаются студенты летом? Конечно же, отдыхают. Чем занимаются летом студенты аграрного вуза? Работают в поле, на ферме, на зерноскладе, в птичнике. У нас каждый год приезжают студенты. Мы уже это взяли как за основу. Вот уже на протяжении трех лет подряд приглашаем студентов, приезжаем в психологскую академию, общаемся с студентами, приглашаем на практику. Ну, цель какая? Ну, во-первых, все-таки найти кадры хорошие, постараться закрепить. Ну, явно ощущается, так сказать, недостаток, дефицит квалифицированных кадров. Это и агрономы, это и зотехники, очень дефицит на ветврачи, вот, дефицит на механике. Поэтому мы решили, так сказать, вернуться вот к этой практике. И с прошлого года активно начали, так сказать, вот в этом направлении сотрудничать с сельхозинститутом. У нас уже за прошлый год приехала группа ребят. То есть было, наверное, около 20 механиков отработало. Значит, около 10 человек зоотехников и, наверное, 4 или 5 ветврачей. Вот, значит, практика показала, что это правильное направление. То есть те ребята, которые, скажем, у которых есть желание не только, значит, пройти практику, но и освоить, так сказать, азы собственной профессии, они у нас оставались. И они оставались не только, так сказать, на период практики, но оставались позже, так сказать, когда у них начинались каникулы. Во время практики предприятие присматривается к студентам и лучшим предлагают по окончании вуза работу. Два года назад Александр Братов также проходил здесь практику. А сегодня он уже главный механик поливоческой бригады. Буквально два года назад проходил практику здесь также. Также на комбайне проходил. На этом же комбайне причем и работал. Вот. В том году, после того, как закончил обучение, тоже пригласили на комбайн сезон отработать. Вот отработал сезон и с 1 сентября вступил в должность. Сегодня Александр уже сам принимает на практику студентов и передает им свои практические знания. В этом году вместе со студентами Нижегородской сельхозакадемии на Семевской птицефабрике трудятся и их белорусские коллеги. Я тоже был в Беларуси на практике, начнем с этого. Вот. Поэтому, наверное, и ребят сюда ко мне направили, потому что у меня есть некий опыт вот этого работ в чужой стране. Поэтому подготовились получше и присматривали побольше за ними, чтобы, мало ли, каких-то не было казусов таких. Студенты Белорусского аграрно-технического университета в России впервые. Им, конечно, интересно и Нижний Новгород посмотреть, и с регионом познакомиться. Но пока они хорошо изучили только районный центр Володарск, поскольку здесь живут и здесь же практику проходят. Экскурсию им обещают в будущем, а пока они осваивают сельскохозяйственную технику. Ну, в Беларуси у нас больше отечественных. Там, Полесью, Комсельмаш, МТЗ, трактора. А тут, как бы, немножко такие немецкие, китайские трактора у нас. Нас, как бы, больше используют свое. В свою очередь, нижегородские студенты практику проходят в одном из лучших сельхозпредприятий Республики Беларусь. Семьевская птицефабрика тоже далеко не последнее предприятие в Нижегородской области. Так что студентам есть что сравнить. Так как мы уже имеем права на управление сельскохозяйственной техникой, мы собирались работать именно на ней. Первые пять дней проходила стажировка. Работал я на МТЗ-82, на кормораздатчике. Раздавали корм крупному рогатому скоту. А дальше началась самая интересная и очень ответственная для меня работа. Меня назначили трактористом-пожарником. Я работал на МТЗ-82 с 10 тонн и цистерной с водой. Моей обязанностью входило организовать тушение возможного возгорания техники либо территории. Помимо этого, я должен был маневрировать между десятками полей данного агрохолдинга, а также держать в поле зрения десятки комбайнов, работающих на поле. Первые дни это было знакомство с коллективом, с хозяйством самим. Потом нам как бы закрепили за комбайнерами. И вот мы готовили свои комбайны уже к уборочной. А затем и в поле вышли? Да, затем в поле. Еще успели на тракторах немножко поработать. Пересеклись здесь со студентами нашей Нижегородской сельхозакадемии. Они объясняли, как у них практика проходит, она у них как-то так разбросана. А у нас вот практика, сразу третий год заканчиваешь, и практика 4 месяца. Вот месяц мы проходили практику в Беларуси, месяц здесь, еще 2 месяца будем проходить там. Вот в этом действительно есть разница. Наши студенты досконально студируют теорию. Обязательной практики у нас всего месяц в году. Если в хозяйстве уговорят остаться поработать, ну тогда чуть больше. В Беларуси будущее аграрии в обязательном порядке отрабатывают в хозяйствах 4 месяца в году. Вот не случайно у нас в сельхозпредприятиях сетуют на то, что из вуза к ним приходят теоретики, а не практики. Теория сильная, да. Теории много дают и хорошие, и преподаватели хорошие. Все разжевывают и кладут, так скажем, в рот. Но все-таки практики надо больше. И я на практике узнавал намного больше, чем сидя в институте. То есть я за два года практики узнал в разы больше. Собственно, практика для того и существует, чтобы теоретические знания состыковать с современным производством. В этом году в России стартовала программа «Профессионалитет» по подготовке кадров рабочих профессий для села. Примерно половина всего трехлетнего обучения у них будет проходить на предприятиях. В результате на производство придет уже готовый специалист, а не полуфабрикат. Обратимся опять же к белорусскому опыту, где студенты треть года находятся на практике в предприятиях. Ну действительно, что такое месяц? Это только с условиями труда познакомиться и опять за парту. Кто хочет, он всегда будет стараться, интересуется, погружается в процесс, пробует разобраться головой, попробует все это руками. Только благодаря этому потом рождаются специалисты и получаются хорошие кадры. Замечательно, что такие пытливые студенты есть, и их немало. Именно они и придут в ближайшие годы в сельхозпроизводство. Но все же примерно половина из них, получив аграрное образование, останутся в городе. Ведь образование, пусть даже очень хорошее, это далеко не все, что нужно молодому специалисту, чтобы работать на селе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!